Приветствую вас, друзья, на фабрике исполнения желаний. В этом уроке мы с вами нарисуем еще одну мечту Татьяны. Как вы поняли из прошлого урока, Татьяна интересуется искусством, точнее живописью. Задумала она себе посетить Париж и погулять по музеям, и познакомиться с шедеврами мировой художественной культуры. Давайте ей поможем. Создадим сейчас калаш, который называется «Я в Париже». Вот, посмотрите, я нашла такое замечательное изображение с окрестностями Парижа, с видом на Эйфелеву башню. Вы видите, что это не фотография, это картина. Давайте в эту картину перенесем нашу Татьяну. Но перед тем, как сюда ее размещать, мы немножечко оживим нашу картинку, добавим сюда сочности, добавим красок. Для того, чтобы сделать эту картинку сочнее, давайте наложим сюда цветной градиент, а потом поменяем режим наложения. Создаем новый слой. Теперь возьмем инструмент Градиент, перейдем в палитру Градиентов и выберите цвета, которыми вы хотите залить свой градиент. Я уже установила вот такой градиент от фиолетового к оранжевому. Брала я цвета прямо с этой картинки, но делала их немножечко все-таки ярче. Выбираем цвет вот так. Кликаем по квадратику цвет и выбираем тот цвет, который вам нужно. Допустим, вы взяли цвет с картинки, но вы видите, что он не настолько яркий, как кажется. И советую вам подобрать уже цвет вручную. Выберите тот оттенок, который вам необходим. И установите этот самый цвет. Так как я уже его подобрала, я оставляю. Нажимаем ОК. Теперь переходим на другую сторону градиента. И здесь тоже выставляем цвет. Вот я взяла с этих вот оранжевых кустиков цвет и сделала его чуть-чуть ярче. ОК. Градиент мы с вами установили. Нажимаем ОК. Теперь определимся, какой у нас будет градиент. Линейный, радиальный. Давайте сделаем радиальный. Теперь протягиваем градиент. Я хочу, чтобы оранжевый градиент оказался у меня в центре, поэтому я поставлю галочку на инверсия. Вот так. Тяну я от башни к краям. Получается у меня вот такой градиент. А теперь давайте поиграем с режимами наложения. Выберем какой-либо из контрастных режимов, например, мягкий свет. Посмотрите, как смотрятся другие режимы. Вот перекрытие. Он выглядит ярче. Можно оставить его, но убрать немножечко прозрачность. Можно оставить на 60%. Посмотрите, как было и как стало. Картинка уже не смотрится такой серой и скучной. Она уже приняла красивый оттенок. Теперь давайте перенесем в нашу работу изображение с Татьяной. Откройте фотографию, где мы на первом уроке сделали ее худенькой, но еще не успели вырезать из фона. Я надеюсь, это изображение у вас сохранилось. Давайте мы для начала уменьшим изображение. Мы переходим в меню «Изображение», «Размер изображения» и уменьшаем. Ставлю по ширине 800, нажимаю «Ок», потому что та картинка с Парижем у нас небольшая. «Контрол плюс» увеличим, а теперь мы ее кадрируем. Обрежем лишние участки. Мы не будем брать весь портрет в полный рост, сделаем в три четверти. Итак, берем инструмент, который называется «Кадрирование». Выставляем здесь, кликаем по стрелочкам, выставляем соотношение 2 к 3 и уменьшаем рамочку. Перемещаем картинку в рамочку. Еще уменьшаем прямо под ее руку. Вот так оставляем. Можно чуть-чуть еще уменьшить. Вот таким образом. Давайте нажмем «Применить» галочку. Вот такая у нас получилась фотография. Перемещаем это изображение. Берем стрелочку. Перемещаем это изображение в Париж. Вот сюда. Мы угадали с размером. Уже уменьшать с помощью свободной трансформации не нужно. Итак, вот наша Татьяна. Естественно, она не может здесь красиво смотреться в бирюзовом платье. Поэтому мы сейчас тонируем изображение с Татьяной. Давайте верну палитру слои на места. Что-то я ее туда-сюда таскаю. Еще пока рано ее прятать. Итак, с помощью какого инструмента мы можем тонировать наше изображение? Давайте затонируем нашу Татьяну с помощью корректирующего слоя черно-белое. Переходим по этой иконке кругленькой вниз. Выбираем черно-белое. Появляется вот такой корректирующий слой. Здесь сразу же кликните вот по этой миниатюре. Эта миниатюра добавит корректирующий слой в обтравочную маску. И все наше воздействие будет влиять только на изображение с Татьяной. Итак, давайте подкорректируем немножечко цвета. Сделаем черно-белую фотографию ярче, насыщеннее. Мы поведем красные цвета в темную сторону. Посмотрите, как она стала контрастнее, а желтые в противоположную. Посмотрите, вы можете управлять теми цветами, которые были на изображении. Помните, какого цвета было платье? Бирюзовое, конечно же. Вот, пожалуйста, вам бирюзовые и голубые тона. Посмотрите, вы можете платье сделать как черным, так и белым. Совершенно белым. Вот так вы можете интересно затонировать вашу черно-белую фотографию. Давайте закончим с тонировкой. Нажмем на крестик. Закроем наш корректирующий слой. Он у нас остался, как видите, вот здесь в палитре. Если вы хотите подкорректировать что-то, кликаете на миниатюрку и продолжаете коррекцию. Здесь мы оттенок добавлять не будем, хотя можно и здесь было добавить оттенок. Мы сделаем оттенок по-другому с помощью того же самого фиолето-оранжевого градиента. Давайте добавим новый слой. Кликаем. Появился новый слой. Добавим его в обтравочную маску. Зажимаем Alt и кликаем между слоями. Пык. Обтравочная маска готова. Давайте зальем этот слой градиентом. Мы берем тот же самый градиент. Пусть будет градиент радиальный. И проведем наш градиент от лица к краю. И поставим режим наложения на мягкий свет. Можно немножечко снизить непрозрачность, чтобы градиент не был настолько ярким. Посмотрите, как было. Было черно-белое изображение. Все в серых тонах. Теперь добавился цвет. Вот так мы тонировали и изображение, и Татьяну. Теперь давайте сольем все эти три слоя вместе, которые относятся к Татьяне. Выделяем слой с градиентом. Далее зажимаем Shift и кликаем по слою с Татьяной. Мы выделили сразу три слоя. Нажимаем Ctrl-E. Или Ctrl-I по-английски. Объединяем все слои, которые мы выделили. Давайте добавим небольшую тень около нашего изображения. Кликаем по кнопочке FX. Переходим в стиле слой. Добавляем тень. Тень мы выставим не сильно яркую. Давайте снизим непрозрачность. И уберем галочку «Глобальное освещение». Пусть тень будет с правой стороны. Нажмем ОК. А теперь давайте дублируем изображение с Татьяной два раза. Нажимаем Ctrl-J и еще раз Ctrl-J. Теперь у нас три копии с изображением Татьяны. Давайте я уберу палитру слои вниз. Она мне сейчас немножко мешает. Итак, с помощью инструмента перемещения размещаем одну копию Татьяны вот сюда, в правый верхний угол. И по лесенке спускаемся вниз. Вот таким образом. Итак, верхний слой мы не будем менять. Вот средний мы уменьшим где-то до 80%. Давайте нажмем Ctrl-T. Как уменьшить до 80%. Мы переходим наверх, вот сюда в настроечки. Нажмите, пожалуйста, на значок с замочком или со скрепкой, чтобы трансформация проходила у нас пропорционально. И измените 100% на 80%. Вот таким образом. Одно изображение мы уменьшили. Все-таки этот слой мы тоже, я думаю, будем уменьшать. Больно уж большой получился. Ctrl-T зажимаем и уменьшим на 90. До 90. То есть 90. Вот так. Раз у нас есть картинка. Два. Этот, соответственно, если этот у нас теперь 90, 80, этот слой будет 70% от предыдущего. Зажимаем замочек и ставим 70%. Вот так. Башня наконец-то стала видна. А теперь мы уменьшим непрозрачность некоторым слоям. Этот самый маленький слой мы оставляем со 100% непрозрачностью. Второму мы поставим непрозрачность на 60%. Как это будет? Нет, уж слишком прозрачно. Давайте оставим 80%. Нет, 70%. Вот так. А самому последнему слою, это получается слой номер 3, мы поставим тогда 60% или 50% непрозрачности. Итак, наша Татьяна просто растворилась в Париже. Вот таким образом. И теперь, чтобы это не смотрелось вот такой вот лесенкой грубой, мы повернем немножечко наши слои, сделаем как бы веер. Размещаем курсор около уголка. Наш курсор превращается в изогнутую стрелочку. Немножечко поворачиваем самый маленький слой в левую сторону. Применяем. Теперь берем второй слой. Ctrl-T. Чуть-чуть повернем. Совсем слегка. И последний слой немножечко в противоположную сторону. Вот так. Поиграйте сами с настройками, с поворотами, с прозрачностью, с цветом. Делайте так, как вам хочется. И последний штрих, что нам осталось добавить текст. Я в Париже. Давайте выберем белый цвет, чтобы был ярко виден текст. Возьмем инструмент «Текст» и напишем. Смотрите, какой шрифт интересный, Кармен. Размер выберите крупный. 72 я поставила, но можно и больше, я думаю. И напишем «Я в Париже». Многоточие. Вот таким образом мы оставим здесь текст. Скоро сбудутся все мечты Татьяны. Скоро Татьяна увидит Париж. Побывает в атмосфере любви и романтики. Так радостно за нее становится, что жизнь у нее скоро изменится совершенно. Что столько всего хорошего ее ждет. Итак, дорогие волшебники, наш урок и наш мини-курс плавно подошел к концу. Вы, наверное, поняли, что это можно продолжать бесконечно. Бесконечные как желания женщины, так и возможности программы Photoshop. Невозможно за 7 коротких уроков рассказать об этой чудесной программе. Поэтому поставим здесь не точку, а многоточие. Я надеюсь, мы скоро встретимся с вами в других видеоуроках. Ваша Зинаида Лукьянова и сайт photoshopmaster.ru